Я хочу сказать вам, всем, кто собрался в этом зале, и всем гражданам страны, хочу предупредить, ничего еще раз и навсегда не предопределено. Социальная стабильность, экономический подъем, да просто мир на нашей земле, пусть и скромный, но все-таки очевидный рост уровня жизни, все это с неба не упало. И не поставлено пока, к сожалению, в режим безусловного автоматического исполнения. Это результат постоянной, порой очень острой, жесткой политической борьбы, как внутри страны, так и на международной арене, столкновения интересов. Борьба не может быть без участия народа, без вашего участия. Те, кто противостоят нам, не хотят осуществления нашего плана, потому что у них совсем другие задачи и другие виды на Россию. Им нужно слабое, больное государство, им нужно дезорганизованное и дезориентированное общество, разделенное общество, чтобы за его спиной обделывать свои делишки, чтобы получать ковришки за наш с вами счет. И, к сожалению, находятся еще внутри страны те, кто шакалит еще у иностранных посольств, у иностранных представительств дипломатических, рассчитывает на поддержку иностранных фондов и правительств, а не на поддержку своего собственного народа. Конечно, нам всем хорошо известны проблемы. При этом вызывает по меньшей мере недоумение политические спекуляции на этих трудностях. Причем со стороны кого? Со стороны тех, кто в течение десятилетий руководил Россией, а в конце 80-х годов оставил людей без самых элементарных услуг и товаров, без сахара, без мяса, без соли, без спичек. И своей политикой, безусловно, подготовил распад Советского Союза. Или спекуляции со стороны тех, кто еще каких-то 10-15 лет назад контролировал ключевые позиции и в федеральном собрании, и в правительстве. Это те, кто в 90-е годы, занимая высокие должности, действовал в ущерб обществу и государству, обслуживая интересы олигархических структур и разбазаривая национальное достояние. Это они нас учат жить сегодня. Это они сделали, между прочим, коррупцию главным средством политической и экономической конкуренции. Это те, кто из года в год принимал несбалансированные, безответственные абсолютные бюджеты, обернувшиеся, в конце концов, дефолтом, обвалом, многократным падением жизненного уровня граждан нашей страны. Разве не эти наши оппоненты презрительно называли отечественное сельское хозяйство черной дырой и отрицали необходимость государственной поддержки села? И именно они в свое время свели к нулю финансирование науки и оборонки. Настаивали на абсолютно необоснованном радикальном сокращении наших вооруженных сил. Это те, кто годами не выплачивал детские пособия, пенсии, зарплаты. То в самый трудный период террористической интервенции против России предательски призывал нас к переговорам, по сути, к сговору с террористами, с теми, кто убивал наших детей и женщин. Самым бессовестным образом и циничным образом спекулируя на жертвах. Одним словом, это все те, кто в конце прошлого века привел Россию к массовой бедности, к повальному взяточничеству, к тому, с чем мы боремся до сих пор. И ненужные люди, уважаемые друзья, все эти люди не сошли с политической сцены. Их имена вы найдете среди кандидатов и спонсоров некоторых партий. Они хотят взять реванш, вернуться во власть, в сферу влияния и постепенно реставрировать олигархический режим, основанный на коррупции и лжи. Они врут и сегодня. Ничего они никому не сделают, в том числе и пенсионеров, которых они многократно обворовали в прежние годы. Вот сейчас еще на улицу выйдут, подучились немножко у западных специалистов, потренировались на соседних республиках, теперь здесь провокации будут устраивать. Вот это правильно. Россия! 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 В общем, я думаю, что ни у кого нет сомнений. Эти господа могут только одно, если вернуться к власти. Обворуют опять миллионы людей, набьют себе карманы, но сделают это с присущим обычным блеском и цинизмом. В этом никто не сомневается. Сегодня все видят, что Россия накопила огромные ресурсы. Кому-то хочется вновь все отнять, поделить, а затем разрушить до основания, как это делали уже не однажды, а кому-то опять все растащить и разворовать. И все наши оппоненты одинаково хотят видеть нас разобщенными. Дорогие друзья, я обращаюсь к вам, к единомышленникам, ко всем, кто хочет сделать Россию сильной и благополучной страной. Страной свободных и счастливых людей. Страной, открытой для честного диалога со всеми народами мира. Ваша поддержка нужна. Нужна, чтобы вместе с вами продолжить начатое преобразование. Чтобы в каждом городе, в каждом селе, на каждой улице, в каждом доме и в жизни каждого российского человека происходили перемены к лучшему. Чтобы люди в нашей стране были уверены в завтрашнем дне и жили достойно, так, как и подобает гражданам Великой России. Спасибо! Я рассчитываю на вас!